18 января в кабинете главы города Зайнудина Акмазова состоялся еженедельный приём граждан, в процессе которого горожанами были озвучены проблемы коммунального и социального характера, земельных отношений и ряд других вопросов. В совещании приняли участие курирующие заместители главы администрации, руководители муниципальных ведомств и представители управляющих компаний. Первым было заслушано коллективное обращение от жителей многоквартирного дома по улице Лесная. Которую можно устранить, тянется она. Если идёт цепь канализационная, многие работники знают город Каналовский, которые и признали, что это может быть и из-за этого. Цепь идёт, люки, одна из люков выше получается. Пока эта вода поднимается, в люках создаётся давление, выдавливает все эти коленки, где они есть. И всё время в подвале вода. Ребята чистят, каждый раз выкачивают. Сколько можно уже ходить? Мне уже неудобно к этим ребятам обращаться. Там, Дон Бигович, когда капитальный ремонт в дворах проводился, и жильцы знают проблему, все знают, там на улице одна труба выше другой. Метро 150-200 от дома. Когда у тебя вся система забивается, она обратно убьёт туда. Когда эта комиссия Махачкова приехала, они обещали этот люк поменять, якобы трубу спустить. И начальник УКХ тоже этого курса. Мы её выкачивали несколько раз. И сейчас тоже выкачиваем. Если к нам претензии есть, пускай он скажет, но пока там вопрос не решится, она обратно затекает. Коммунальные проблемы стали главными на очередном приёме граждан. Около пяти коллективных обращений с просьбой оказать содействие в устранении затоплений подвальных помещений многоквартирных домах, решение проблемы с подачей тепла в квартиры и выяснение причины слабого давления воды в одном из многоэтажных домов было принято и взято под личный контроль главой города. Обращаясь к собственникам жилья в многоквартирных домах, Акмазов дал разъяснение по поводу порядка решения возникающих проблем, отметив, что обслуживание мест общего пользования и коммунальных сетей в этих домах находится в ведении исключительно собственников жилья, и поэтому им необходимо создавать товарищество собственников жилья, либо заключать договора с управляющей компанией. В ходе совещания было заслушано более 10 обращений от жителей города коллективного и личного характера, по многим из которых главой города были даны конкретные поручения ответственным лицам.